Пожар, Малый театр, Молодежная 16. Вероятно, есть дети. Горит сцена. Охранник Денисов. 3 октября в 14 часов 43 минуты на пульт единой дежурной диспетчерской службы поступил звонок возгорания в Малом театре. Сразу же оговоримся, сигнал тревоги был учебным. По легенде произошло падение беспилотного летательного аппарата на крышу здания Малого театра с обрушением на сценическую часть и возгоранием на площади около 50 квадратных метров. На место происшествия прибыли 10 единиц техники, 60 человек личного состава Коголымского пожарно-спазательного гарнизона, силы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также скорая помощь, Росгвардия и полиция. По замыслу учения было 4 условно потерявшихся человека на пожаре, не способные самостоятельно покинуть задымленное помещение. Цель пожарно-тактического учения – подготовка начальствующего состава по руководству тушению пожаров, а также определение степени готовности подразделений и гарнизона пожарной охраны Коголыма в целом к ведению боевых действий при тушении пожаров подобного масштаба. Кроме основного задания поступили и дополнительные вводные. У нас было три дополнительные вводные – это у нас и выход из строя пожарного насоса, также у нас вводная была дополнительная – это потеря звена ГДЗС и травмирование участника тушения пожара. В итоге все оказались спасены, а условный пожар полностью потужен. На это у бойцов ушло 45 минут. Основная задача – это спасение людей и ликвидация пожара. Все четыре пострадавших, которые у нас были спрятаны, у нас в зданиях Малого театра все были спасены личным составом пожарной охраны. То есть это уже больше положительный вопрос, то что можно сказать, что учения у нас как бы завершены на удовлетворительное. Медики, по словам наблюдателей, также отработали удовлетворительно, выполнив все задачи. Медицинская спасательная служба Коголымской городской больницы также принимала участие в этих мероприятиях. Было задействовано бригады скорой медицинской помощи, сотрудники приемного отделения. По легенде учений, значит, пострадавшие все были доставлены, эвакуированы. В принципе, поставлены задачи перед Коголымской городской больницей были выполнены в полном объеме. По завершении учебного сигнала тревоги жизнь в Малом театре вошла в привычное русло. А пожарные, сложив оборудование, вернулись на базу, где еще раз оговорили алгоритм действий и акцентировали недочеты. Сергей Афимцев, Николай Горкушин. Наши города.